Понимаете, вот для чего женщина родилась? Давайте изучать этот вопрос. Опять то же самое. Простите. Понятно? То есть это то, что женщина хочет. Она хочет смеяться и любить. Любимой быть. Все, это ее природа. В этом заложена ее психика. Например, мужчина нуждается в том, чтобы в нем одобрили силу. Понимаете, если женщина не дает мужчине быть сильным, она рушит себя, его свою жизнь. Она рушит все. Мужчина просто кипит в это время. Он не может нормально существовать, потому что ему не дают жить. Не дают быть старшим, не дают быть ответственным, не дают защищать, не дают принимать решения. Значит, у мужчины нет жизни. Он просто умирает. От этого, понимаете? А почему женщина так делает? Потому что она боится. Это из страха происходит. Женщина боится, что если он сейчас станет ответственным, меня вообще загнобит. Я буду тут в это... Рабыни и заурой. И так далее. Понимаете? Не надо бояться. У вас есть защитный механизм женщины. Женщина сильнее мужчины в отношении. Вот, допустим, мужчина плохо себя ведет, но не разговаривает с ним. Это будет очень сильное действие. Понимаете? Женщина, когда они разговаривают, мужчина с ума сходит. Скажете, почему? Объясню. Потому что женщина создает атмосферу психическую в квартире. Знаете, зачем мужчина женится? Он приходит домой, когда там есть женщина, его расслабляет сразу. Ему становится хорошо, потому что женщина, она метит территорию. Как она метит территорию? Она все убирает, ходит, все моет и создает свою энергетику. Если что-то лежит не так, она так ставит. Поэтому две женщины, если в квартире, они обе начинают метить территорию, это происходит капец полный. То есть не давайте двум женщинам жить на одной территории. Мужчины, это будет очень ужасная ситуация. Почему? Потому что одна вот так все прибрала, другая приходит, вот так все прибрала. Там приходит, блин, я только что прибрала, уже опять переставили. Она ставит назад все. Ну, исключение бывает, когда женщины, они делят. То есть, допустим, мама, если дочка уважает маму, она дает возможность ей быть старше и все это делать. Но себе какой-то уголок, как бы мама дает ей возможность в своем уголке, где-то там в своей комнате все прибирать. А в квартире мама все прибирает. Так они могут разделить сферу влияния, так сказать. Но если женщины не уступают, то начинается такая жесть, что бразильский телесериал будет отдыхать. Ну, то есть в квартире, наоборот, создается очень сильная напряженность. И мужчина домой не хочет идти, потому что там у женщин разборки между собой. Они в очень сильном напряжении ходят психически. Поднимите руку, у кого такая ситуация дома. Женщины в разборках, мужчина умирает. Есть такие? Значит, кто-то должен уступить. Кто-то должен уступить. Один из женщин. Одна должна уступить. А? Кто-то уступает, а он должен уступать. Ну, постепенно успокоитесь, значит. Надо уступать друг к другу. Отдать территорию другому. Пускай она контролирует. Если вы мудрые, кто из вас мудрее? Тот, кто ходит на лекции, правда? Вы же изучаете, как правильно жить. Тот, кто-то уступит. Ну, заступите. В доме иметь плохое настроение. Тараканы тоже грустные. Все, понимаете? Все полностью. Все в доме. Все короче. Потому что она, женщина, контролирует психическую атмосферу в доме. И мужчина приходит домой, он его раз, расслабил. Он садится, как бы, включает телевизор, сидит ему хорошо. Он отдыхает. То есть мужчина дома отдыхает. И женщине, если она хочет, чтобы мужчина что-то в доме делал, то тогда надо это делать не так, как вы делаете, эта женщина. Надо это делать по-другому. То есть надо сделать так, чтобы найти что-то, чтобы ему нравилось делать. То есть если ему отдых что-то делать, и мужчина в любую деятельность надо включить, потому что мужчина, у него силы, волевая функция очень узкая по природе. Вот мужчине, чтобы, ну, вот смотрите, мужчина, он как паровоз, понимаете? Он может ехать только по рельсам. Вот он себе рельсы делает в какой-то деятельности месяцами. То есть он включился в какое-то действие, и там он очень много отдает сил, энергии. Но мужчина не может действовать разнопланово, как это делает женщина. Допустим, женщина может, допустим, порезать овощи, потом помыть пол, потом еще что-то начать делать. Ей легко переключаться на разную деятельность. И вообще женщине это нравится. Делать что-то одно, упираться в одну деятельность женщине очень сложно. По этой причине женщина часто меняет работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова